Как правило, большинство игровых сеттингов начинается на какой-то планете, а уже после выходит в космос. Но компания Amplitude Studios пошли иначе. Два года назад все фанаты Master of Orion радовали замечательной игре Endless Space, которая была настолько качественной, проработанной до мелочи и оригинальной, что до сих пор её покупают в стиме и играют сотни тысяч геймеров. А 19 сентября 2014 года эта же компания выпустила в релиз игру Endless Legend. Действие которой происходит всё в той же вселенной, но на отдельной взятой планете, где просветают и живут фэнтри-создания, магия и намещается небывалая перепалка между всеми её жителями. Аурига – мифическая планета вселенной Endless, где нам предстоит выбрать одну из восьми сторон, чтобы завоевать её силой, умом или дипломатией. Планета разделена на множество регионов со своей географией, имея в виду различные погодные условия, типами земель и т.д., что важно во время путешествия наших воинов или боевых сражений. Различные территории прилагают различные уровни ресурсов, которые фанаты Endless Space, конечно же, узнают. Прогресс, она же наука, производство, прах и пища. Есть также стратегические ресурсы, ресурсы роскоши и аномалии, которыми вы управляете уже дистанционно. Они расходуются на строительство некоторых зданий в городе, а также для амуниции ваших юнитов или ваших героев. С ресурсами в этой игре вообще всё очень интересно и оригинально сделано, так как на приток ресурсов в город влияет множество факторов, например, погодные условия, которые могут как поспособствовать приросту поступления ресурсов вам в город, так и наоборот усложнить этот процесс. Давая определенные штрафы. Как и в цивилизации, наши города тут могут расти и расширяться территориально, для того, чтобы получить больше ресурсов, конечно. Но вы можете поставить лишь один город в одном регионе, что тоже заставит вас куда внимательнее выбирать направление роста ваших городов. Хотя регионов тут достаточно, чтобы основать не один город. Вообще управление городом в Endless Legend проработано до мелочей. Роль каждого города зависит от ваших потребностей, будь то город для пищевых продуктов, для производства армии или бафа в науке. Различные здания позволяют вам специализировать ваш каждый город. И это хорошо планируют заранее, потому что несбалансированное взаимодействие между городами может привести просто к катастрофическим посредствиям в игре. Другой важный аспект, осложняющий ваши империалистические планы, это очки империи, которые называются в игре престижем. Если кратко, это очки вашего влияния на другие цивилизации и малые фракции. Именно они являются валютой в каждом дипломатическом соглашении в игре. И конечно же они тратятся. Объявили войну, а потом поняли, что в этот момент эльфы ушли вперед по науке и необходимо заканчивать войну. Платите очками престижа за мир, но не забывайте, что они вам еще могут пригодиться на обмен ресурсов или технологий. Возможностей дипломатии в игре очень много. И взамен от вас лишь требуется очень вдумчиво принимать ваши решения. Так как ошибки игра может быть и прощает, но только если их не очень много. Кстати, далеко не все фракции могут заниматься экспансией самолично. Например, есть фракции, которые не могут основать более одного города в игре. Вместо этого они преобразуют малые фракции, этакие деревушки, которые предоставляют различные ресурсы, боевые единицы и так далее. Невозможно не рассказать вообще о представленных фракциях. Их в игре 8, плюс те, которые вы сами захотите создать, комбинируя различные плюсы и минусы из картах представленных. Да-да, фанаты Endless Space. Кое-что это напоминает. Каждая из фракций в данной игре имеет именно свое предназначение и то, в чем она сильна. Есть эльфы, для которых главная цель – это их чудо, и которые очень сильны. Основывая города среди лесов, давая себе за это различные бафы. Есть в игре владыки праха, для которых, как понятно из названия, главная цель – завоевывание всех и всего подряд. А, к примеру, некрофаги – та раса, которая вообще не может ни с кем заключить мир или альянс. И их цель – уже просто уничтожение всех подряд. Также есть торговцы, ученые, фанатики и другие не менее интересные расы. У каждой из них есть свои цели. И, конечно, в идеале вам придерживаются их, но никто не мешает вам из торговцев сделать воинов. Все в ваших руках. Победа может быть выиграна с оружием в руках. Бои не то, что я бы назвал самым интересным в Эннесс Ледженд. Но о них нельзя не рассказать отдельно. Воины действительно создают очень напряженные и интересные ситуации, которые необходимо планировать заранее на десятки ходов вперед. И желательно под каждый отдельный бой. Есть много элементов, которые необходимо учитывать. Каждый юнит может получить широкий спектр пассивных способностей от той амуниции, которая на нем будет одета. И это ключевая особенность данной игры в военном плане, так как у каждой фракции всего по 4 различных боевых единиц для создания. Но эти юниты являются скорее заготовкой для ваших будущих воинов, так как вы сами решаете, как кастомизировать ваши армии. Вы выбираете, какое оружие им взять, какие доспехи надеть, даете им артефакты, усиливаете их различными бафами. В итоге из 4 заявленных юнитов вы получаете более 130 различных вариаций ваших бойцов у каждой фракции. Представьте, какие возможности перед вами открыты по макроменеджменту. Да, это может показаться немного утомительно создавать армии под каждое сражение в отдельности. Но на деле это все намного иначе. Когда понимаешь, что армия меньше на треть, но ты разносишь противника благодаря тому, что ты ранее все продумал, ощущения незабываемые. В общем, говоря стратегически, необходимость правильно поддерживать свои войска и уметь считать противника является одним из самых главных боевых аспектов в этой игре. Чтобы противостоять вам, другие фракции, конечно же, будут вставлять всяческие палки в колеса. Но еще и многие случайные события могут также нарушить ваши планы. Зима. У-у-у-у. Зима тут похлеще, чем в Игре Престолов. После первой завершенной игровой сессии и после старта новой игры вы будете, как Старки, твердить «Зима близко». Экспансия, война, завоевывание, исследование новых руинов и территорий. Все это становится нереальным после первых снегов. А еще есть квесты. Большинство из них являются вторичными и внедрены в игру, чтобы помочь вам чем-то заняться в мирное время. Но у каждой фракции также имеется свой главный квест. Первостепенный. Глобальный. Серия задач для того, чтобы войти победителями в историю. Некоторые из которых могут порой конфликтовать с вашей конечной целью. Ветка исследований в игре. Просто посмотрите на нее. Тут объяснять ничего не нужно. Все в традиции 4х стратегий. У нас присутствует 6 R. Переход в каждую следующую происходит после того, как вы изучили 9 технологий из предыдущей эры. Технологии делятся по 4 направлениям. Военные. Экономика и население. Империя и экспансия. Прогресс и продукция. Endless Legend. Очень богатая игра на различные игровые аспекты. Вам всегда будет чем заняться. На этом можно было бы закончить данный обзор. Но есть еще несколько вещей, которые вы должны знать, чтобы избежать некоторых ловушек, если решить в нем поиграть. Искусственный интеллект в игре поначалу кажется немного мягким и пассивным. Разработчики сделали очень большой акцент на экономическую торговую составляющую у искусственного интеллекта. И очень часто компьютер будет делать вам различные интересные торговые предложения. Что кажется, после, к примеру, той же пятой цивилизации, очень хорошо. Все уравновешено. На один наш редкий ресурс они дадут один свой. И тому подобное. Но так как компьютер уже знает, что ему нужно и чего рядом с ним нету, он всегда будет делать предложение себе на руку. И потом не нужно будет удивляться, когда вы увидите, что вы по усессии развивались, торговались, а искусственный интеллект уже убежал вперед, имеет кучу престижа, планирует нападать на вас или же просто имеет столько дефа, что его вам уже не вынести. Вообще, искусственный интеллект противостоящих фракций тут очень радует. Вы не сможете, как в большинстве других 4х стратегий, сидеть на дефе двумя-тремя юнитами, клепая одного за другим воина во время войны, чтобы защищать город. Кроме того, настоятельно рекомендую играть на серьезном режиме сложности. Нормальный режим дает слишком много ресурсов, что значительно ограничивает потребность дипломатических и коммерческих взаимодействий и ссорится к тому, что лучше зарашить противника сразу, нежели дожидаться чего-то. Если вы хотите оценить данную игру, вы должны немного пострадать. Помимо этого, так как игра только вышла, в онлайне ее очень много играют. И после нескольких выигранных сессий против искусственного интеллекта, вы просто обязаны себя попробовать на просторах онлайна, а там товарушки, поверьте, куда интереснее. Ну и напоследок про пару минусов, чтобы вы не думали, будто мы нахваливать только умеем. Основными минусами игры являются, конечно же, баги, которые пока еще присутствуют в немалых количествах. Нет, вылетать вы не будете, по крайней мере за те три дня, что я играл, я еще ни разу не вылетал из игры. Но очень немало багов с интерфейсом. Часто происходит так, что некоторые кнопки просто становятся неактивны. Также большие проблемы с ошибками звука. Он почему-то у нас вырубался постоянно сам. Сложность освоения игры. Мы долго думали, куда этот пункт включить, и пришли к мнению, что в минусы. Endless Legend является продолжением игры Endless Space. И для тех людей, кто освоили игру в космосе, Endless Legend будет интуитивно понятной. А вот для тех, кто не забоевывал космические просторы, игра может показать на начальной стадии очень сложной. В ней нету дружелюбности к казуальным игрокам. В ней нету даже дружелюбности к новым игрокам. Также в этой игре каждый ваш шаг – это грань между победой или проигрышем. Это вызов вам и вашему интеллекту. И именно поэтому эту игру никогда не купит миллионы. Она никогда не попадет в топы. Остальная часть игры является почти идеальной, как технически, так и художественно. Можно сказать, что графика тут не очень. Но ее очень сильно компенсирует художественное сопровождение. Некоторые из игровых артов просто хочется поместить в рамку и повесить у себя на стену. В данной игре почти все хорошо продумано и реализация почти совершенна. Но есть это ключевое слово – почти. Друзья, вы были на канале Уголов Геймера. С вами был Дангар. Играйте больше в умные игры. Ну и до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Уголов Геймера. Субтитры подогнал «Симон» Уголов Геймера. Субтитры подогнал «Симон»